так здравствуйте это видео я снимаю для дмитрия из города ялта крым он заказывал у нас мотоцикл honda transalp и его прошло две недели мотоцикл санкт-петербурге это видео снимаю для того чтобы дмитрий смог убедиться что мостик собственно в питере и готов к отправке давайте посмотрим что это за мотоцикл это honda transalp 650 2002 года мотоцикл из голландии достойное состояние видно что на мотоцикле не очень много ездили и даже ладно это уже отдельно детально покажу по каким признакам я это определил но вот такой байк давайте теперь более внимательно посмотрим все детали двигатель но достаточно чисто тут все а вот подножки не изношены практически то есть задние тоже новая цепь ну как новая она не новая она уже поездила но судя по состоянию звезды я имею ввиду износами на зубьев она практически новая соответственно цепь меняли вместе со звездой значит что все это дело пройдет еще как минимум 15 на той 20 тысяч километров посмотри как ездить здесь все понятно что мотоцикл готовили для продажи чтобы он блестел хорошо выглядел но мы никогда как скажем не обольщаемся относительно внешнего вида мотоцикла мы всегда смотрим суть его те детали которые больше всего подвержены износу для нас представляет самый больше интересный вот обратите внимание на выхлопной патрубок вот сейчас сфокусируется да вот этот патрубок он постоянно обливается водой во время движения мотоцикла и дождливой погоды и со временем начинает просто ржаветь просто на просто здесь он в хорошем состоянии из чего можно сделать вывод что мотоцикл крайне редко ездил по дождливой погоде и скорее всего на бездорожье практически никогда не выбирался то есть мотоцикл эксплуатировали таком щадящим режиме что для нас является большим плюсом это в россии он будет ездить в не самых лучших условиях а в европе на мой взгляд нужно искать только те варианты которые эксплуатировались но адекватными мотоциклистами который не убивает технику просто на ней ездит очень хорошо к ней относясь а вот у нас пробег 36 879 причем пробег очень похож на правду так что касается какого-то оснащения то здесь подогрев ручек здесь нестандартные такие жесткие лопухи которые помогают при падении сохранить рычаги чтобы они не портились здесь стоят армированные шланги да судя по всему да стоит стекло туринговое кофр боковые рамки под кофры сюда можно либо тряпичные кофры повесить либо пластиковые и защита двигателя ну дуги попросту то есть по большому счету мотоцикл оснащен уже всем чем только можно и каких-то вложений больше не потребуется что касается резина она здесь тоже новая 13 года я уже посмотрел два года как минимум она еще отходит если мотоцикл даже будет стоять вот что еще ну могу сказать что нам не сразу попался этот вариант и нам достаточно сильно повезло мы взяли его теперь теперь уже у нашего партнера то есть когда туда приехали обнаружили там я извиняюсь хорошее большое количество мотоциклов не все в таком состоянии то есть теперь мы можем смело ездить к этому партнеру и будьте уверены что мотоцикл мы получим очень даже достойно так я извиняюсь все что-то заглючено последнее слово хочу сказать Дмитрий можете быть уверены что все в порядке с этим мотоциклом я на нем прокатился все передачи переключается все тормозит никаких посторонних шумов я не услышал наверно завести как же так да сейчас еще естественно завелся на подсосе потому что мотоцикл холодный вот его можно чуть-чуть подобрать я не буду сейчас сильно газовать поскольку мотор холодный еще да на улице плюс пятнадцать ну вот как то так так вот Дмитрий мы готовы отправить мотоцикл транспортной компании я думаю дней через десять он будет уже у вас вам будет достаточно просто пойти поставить мотоцикл на учет будете кататься и радоваться еще очень долго на этом у меня все спасибо за внимание и тогда до связи до 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 до